Слава нашему Господу, что сегодня мы имеем такую возможность собраться на этом месте, чтобы нам вместе обращаться к Слову Божьему, обращаться к нашему Богу. И Писание нас учит, что там, где двое или трое собраны во имя Его, там Он обещал быть среди нас. Слава Господу! Поэтому очень важно, что мы пришли сюда телом, но так как человек состоит не только из тела, но также еще и Дух есть, то очень важно, чтобы, находясь здесь телом, мы и Духом пребывали здесь же, и нашими мыслями были здесь, для того, чтобы нам иметь встречу с нашим Господом. И если мы присутствуем на всем месте видимо, то Он присутствует на этом месте невидимо. И получается такое немножко, знаете, смущение, да? Хочется увидеть, да? Мы-то как бы друг друга видим, мы знаем, что, значит, вон сестра Валя пришла на служение, брат Володя там сидит, да? Вот, там другие братья и сестры, но они-то здесь, понятно. Вот. А хочется их Господу увидеть, да? Вот. Ну и понятно, что Бог есть Дух, Его нельзя увидеть вот этими глазами, нельзя услышать вот этими ушами, вот. Но для этого у нас есть Дух, и соединяющийся с Богом есть один Дух с Господом. И когда мы с Богом соединяемся, то тогда мы начинаем и видеть, и слышать, и переживать Его присутствие на этом месте. Поэтому да благословит Господь, чтобы, значит, я смотрю, тела здесь, чтобы и наш Дух был тоже на этом месте бодрствующий и искал встречи со Своим Создателем. Я зачитаю перед нашей молитвой из послания к римлянам. Это слова апостола Павла, первая глава, 16-17 стихи. Он, обращаясь к народу Божьему, говорит, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». И апостол Павел говорил о том, что он не стыдится благовествования Христова, потому что немножечко выше или в другом месте, он говорит, что для некоторых это юродство есть, да? То есть некоторые почитают в этом что-то такое, как бы сказать, унизительное, что-то такое немощное, незначительное. Он говорит, «А я не стыжусь благовествовать, я не стыжусь нести эту весть людям, потому что в этом есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Слава Господу! И поэтому Бог послал на эту землю Иисуса Христа, и написано, что «дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И поэтому апостол Павел говорит, что «я не стыжусь благовествования Иисуса Христа, благовествовать Его народам, потому что в этом есть сила Божия ко спасению». Друзья, мы сегодня с вами находимся на этом месте, и нам необходима сила. Мы понимаем, что мы сами по себе немощные люди. Мы несовершенные, неспособные. Тем более противостоять, знаете, ну, земному-то не можем, да? А духовному уж тем более. И нам нужна эта сила. И поэтому Слово Божие говорит, что в благовествовании Христовом, в учении Иисуса Христа, находится эта сила. Только ее нужно оттуда принять. Ее нужно взять. И вот Слово Божие написано, что мы берем ее верою. Мы можем верою принять силу Божию. И дальше говорится, что в нем, то есть в благовествовании, открывается праведность Божия. А нам она с вами необходима. Праведность Божия, потому что она дана нам, друзья. И опять же, она дана нам как? Через Слово. И вот в этом Слове и открывается праведность Божия. Что Бог праведен. Все законы Его праведны. Слово Божие чисто. И Он открывает Себя, как праведный Бог. И Он дарит нам эту праведность. И Писание говорит, что в Слове Божьем открывается праведность Божия. Но опять же, от веры в веру. И мы сегодня на этом месте имеем какую-то веру, да, пришли. И Писание учит нас, что и Бог желает эту веру умножить, чтобы праведность Божия и в нас открывалась через веру. И она умножалась. И дальше говорится, как написано, праведной верою жив будет. И поэтому, если человек имеет праведность Божию, то при общении с Богом, при очередном общении с Богом, его праведность будет умножаться, его праведность будет утверждаться через Слово Божие. Поэтому, как говорит Писание, насколько нам нужно быть внимательными к слышанному, чтобы не отпасть. Потому что здесь заключена сила Божия. И мы будем обращаться к Господу и молиться, чтобы наши сердца были готовы, приготовлены, принять эту праведность, принять эту силу для нашего спасения. Аминь.